Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в уроке следующая. Тело мочевого пузыря. Для того, чтобы более понятнее вам было, о чем сейчас пойдет речь, анатомия вам в помощь. Откройте анатомические сайты и посмотрите, с чего состоит тело мочевого пузыря, какие функции оно выполняет, чем оно покрыто и так далее и тому подобное. Вы ответьте на вопрос, что такое тело мочевого пузыря. И, конечно же, мочевой пузырь у нас частенько воспаляется, часто пребывает в слабости, вялости. И он уязвим очень при всех проявлениях заболеваний. При всех, здесь я могу сказать, с полной ответственностью. И, конечно же, на теле мочевого пузыря также может появиться и онкология, и язвы, и всеразличные, скажем так, болезни проявления, опухоли и так далее и тому подобное. Оно тоже уязвимо при тех или иных заболеваниях. Если у человека есть на теле мочевого пузыря всеразличные болезни проявления, то через точку В58 Фэйянь вы можете, что, оказывать влияние на тело мочевого пузыря. Конечно, диагностика 12 меридианов покажет нам более детально, а как же воздействовать на данную точку, или в каком состоянии меридиан мочевого пузыря, либо вообще, как выполняют функцию все 12 меридианов, которые контролируют мочеполовую систему человека. Все 12 меридианов, здесь я подчеркиваю, они контролируют мочеполовую систему. Но это не значит, что не надо ничего делать, и точка В58 Фэйянь вам в помощь. При всех заболеваниях мочеполовой системы, мочевого пузыря и тело мочевого пузыря. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok